Я вас прошу отслеживать свое самочувствие, контролируйте свой пульс, вы можете разговаривать со мной во время занятия. Если вы почувствуете, что вы очень сильно сбили свой пульс, я вас прошу перейти на шаг, нажать может быть на стоп, можете остановиться, подышать, походить на месте. В следующее наше упражнение мы добавляем такой открытый шаг на полусогнутых ногах, немного уходите таз назад, представьте, что вы перешагиваете через большую-большую яму. Наша задача с вами здесь правильно дышать. Два, и снова шагаем в сторону, пяткой стараемся коснуться ягодицы. Могу вам сказать, что если мы будем так долго-долго работать, чередовать только вот такие базовые движения, и вы будете работать в своей правильной пульсовой зоне, когда у вас не зашкаливает высоко пульс, то мы с вами будем худеть, очень активно худеть. Делаем вдох. Теперь понимаете, почему я так расстроена на все время? Мы включим с вами локтевые суставы в движение и продолжаем шагать. Тянитесь макушкой в потолок, чтобы спина была у вас прямой. Подвижение назад. Восстановите свой пульс. Если вы очень сильно запыхались, сделайте прям медленно-медленно это движение. Еще три, два, и один. Руки перед собой. Начните небольшое скручивание вправо-влево, вправо-влево. Постарайтесь не перекручиваться тазом в сторону. Сохраните таз неподвижным. И делаем движение только верхней своей частью тела. Еще три раза. Таким образом вы сместите центр тяжести назад. И приседания будут более правильные. Пятнадцать раз выполняем. Медленно вниз. И поднимаемся. Давайте сконтролируем свое дыхание. Вдох. И медленно выдох. Теперь думаем про пятки. Толкаемся пятками от пола при подъеме. Оттянули таз назад. Фух, мои хорошие, позанималась. Бодрячок у меня. А то что-то такая, это никак не могла проснуться. Вот, пожалуйста, проснулась. Фух. Что хотела сказать о своей платформе. Как всегда, каждый месяц на FitStars у них акции. Помимо того, сколько всего у них разных плюшек. Я еще расскажу об акции, которая стартовала у них в этом месяце. Итак, платформа, на которой я занимаюсь, это платформа FitStars. Каждый месяц я смотрю, тренировки вообще добавляются. Они даже, может быть, добавляются еще чаще. Потому что начинала я было чуть более полутора тысяч, по-моему. Сейчас уже 1779, чтобы быть точной, тренировки на этом сайте. По 120 разным программам, разным направлениям. Это йога, пилатес, танцы, похудение. Вот я сейчас занимаюсь специально там для ягодицы, для пресс-ягодицы, худеем. Вот, чередую. Там есть отдельно вот для шеи, я вам в прошлый раз показывала. Танцы для детей есть от трех лет. Программы разные, многообразные. Еще и разные тренера. И вы можете выбрать своего тренера. Все очень доступно объясняют, что дома я все прекрасно делаю. И уже сколько времени, больше года, мой вес в норме, никуда не прыгает, не скачет. И я не переутруждаюсь. Я занимаюсь в день там по 20-30 минут. И бывает, что даже не каждый день, а бывает, когда нет времени, даже раз в неделю занимаюсь. Но сейчас на платформе у них прекрасная вообще мотивашка. Мало того, что все это действует по безлимиту, который у меня, если приобретаете безлимит. Один раз заплатили, и все. Как бы вам навсегда открывается доступ ко всем программам, ко всем тренировкам. Сейчас есть еще мотивашка, что если вы выполняете задания, то вы можете получать призы. За то, что вы тренируетесь, вы получаете призы. В прошлый раз я об этих призах говорила. За 5 тренировок вы получаете рацион питания на неделю. За 10 тренировок вы получаете 30 дней доступ в женский клуб с Олькой Дерентьевой. Это та, у которой я занимаюсь, у которой вы сейчас видели. Тренировку я ее вообще обожаю. Очень классная женщина, классный тренер. Все очень легко, доступно объясняет. И с ней круто заниматься. Вообще все ее программы практически перезанималась уже. И повторно уже занимаюсь на ее программах. За 15 тренировок вы получаете умные весы. А за 20 тренировок вы получаете возможность выиграть путевку в Турцию на 7 ночей на двоих. Это на лето вообще просто шикарнейшая возможность. И я вам всем желаю удачи. И плюс еще такой мотиватор, что можете выполнять задания и получать призы. Вообще просто шикарно. Я очень хочу в Турцию, уже давно о ней мечтаю. Поэтому буду участвовать. Эта акция действует с 1 июня по 20 июля. И в этот период нужно сделать 20 тренировок. И тогда будет возможность выиграть путевку. Также вы знаете уже, наверное, что очень много плюшек разных на этой платформе. Это питание, рецепты, завтраки, обеды, ужины, перекусы. Все готовое берете и готовите себе. Это курсы, образовательные курсы. Я сейчас, кстати, прохожу, уже почти закончила. Курс чувственность, сексуальность, чувственность. Очень интересно. Психолог рассказывает. Мне всегда интересно в разных направлениях что-то новое узнавать. Но там разные курсы по тейпированию, также по танцам есть курсы, по йоге, по фейслифтингу курсы. Я уже даже не помню, что по стилистические курсы. В общем, на разные темы. Не только про фитнес, но и про то, как быть красивой и здоровой через другие способы. В общем, все собрали, все для женщин. И сейчас еще можно, как всегда, по моему промокоду взять с 70% скидкой. Абонемент навсегда, подписку навсегда. И больше не париться, не платить. Просто пользуйтесь всеми благами, которые дает Фитстарс. И будет вам счастье. Ссылку я оставлю под видео. И промокод тоже обязательно воспользуйтесь. Ну, а я пошла делать дела. Всем привет, мои хорошие. Обстановочка на сегодня. Вчера мы что-то погуляли. Вечером пришли. Уже я чувствовала, горлышко болит. Сегодня, короче... А вчера у свекрови температура поднялась. 38 где-то. Она выпила и буброфен. Винка уже спала. И я спала сегодня вообще до полвторого. А у меня в 14.30 уже клиентка была. Поэтому я проснулась. Чайку. Короче, сегодня отпиваю себе. И мы полоскаем горло фурацелином. Надеюсь, что пройдет быстро. Потому что у Деньки точно так же. Вот он первый болел. Два дня назад где-то. У него поднялась температура. Хотя нет, непонятно, была у него температура или нет. На самом деле у него она поднялась или нет. А, поднялась. Да, ночью поднялась. И я ему ночью дала норофена. А днем я ему закапала ухо. Вот. И он был вяленький целый день. Видимо, вот голова болела, как у меня вот сейчас. Но ему одного дня хватило. Я его еще... Он сказал, горло болит. А, бабушка спит. Да, пусть спит. Все отдыхает, она болеет. Я ему пшикала целый день горло. И в принципе все. Вот он пил воду. И главное, он много лежал. Много спал. Его не беспокоили. Вот он спал, отдыхал. Ничего не делал. И на следующий день он уже скакал. И говорит, горло не болит. И все уже. Вот это мы вчера, позавчера гуляли с ним. И сами, видимо, ну, либо от него заразились. Потому что через два дня вот так вот прям, да. Либо тоже перемерзли на улице. Вот что у нас ветра там такое. Ну, вроде вот мне вчера комфортно было гулять. Но горло, ну, болело. То есть вот ничего, никаких симптомов. Только вот какое-то вот горло, знаете. Вот здесь в какой-то верхней части какой-то. Вот сегодня мы уже вместе полоскаем с ней горло. У нее температура вчера была. У меня еще не было температуры. Но сейчас у меня болит вот голова. Какое-то, знаете, такое состояние. Так, а ну-ка, слезь со стола быстро. Такое состояние, как будто, знаете, температура где-то может около 37. Такая голова болит. Хочется ее положить, лежать. Короче, в эти моменты лучше ничего не делать, а реально лежать. Организму нужно восстанавливаться. Вот. И очень надеюсь, что завтра будет уже хорошо. Вот витаминчики еще ем. Зубничка с йогуртом двухпроцентным. Чай с малиной целый день пью. Сейчас еще малину закажу. Ну, полоскаю горло. Больше ничего не делаю. Лежу. Вот. В общем, посмотрим, как быстро мы восстановимся. На завтра я еще записалась. Свекровь уезжает в понедельник. Я думаю, пока она здесь, маникюр-педикюр надо сделать. Но я вчера еще днем записалась, пока мы гуляли. А вечером уже вот это вот все. Вот я надеюсь, что она себя будет завтра хорошо чувствовать. И я себя буду хорошо завтра чувствовать. Чтобы не отменять. Потому что у них там... Ну, и у меня времени немного. Я не каждый день могу там на маникюр-педикюры ходить. Я еле выбила время, чтобы не было маникюр-педикюр и массаж. Короче, я не знаю, даже, может быть, завтра массажи делать даже не буду. Потому что... Потому что непонятное состояние, если честно. В общем, посмотрим. Буду вас держать в курсе. Пока. Лежим, отдыхаем. Приветули, красотули. Сейчас просто жесть ехала на автобусе, блин. Я не знаю. Водителя было не рассмотреть с моей стороны. Но это драндец. Так меня еще не возили ни разу. Реально, как дрова. Останавливается не на остановке, а дальше на километр от остановки. Я не знаю, что у него там за резина. Каждая почка чувствуется. И он еще едет как-то зигзагами вообще, короче. Я на Нервике все это время ехала. Следила уже. Такая, думаю, если там автобус перевернется с таким водителем. Что я буду делать? Уже посмотрела, где окошки открыты, как двери открываются, короче. По безопасности прошлась уже. Ну, реально трындец. Ну, короче, вышла. Сейчас все, прям облегчение получила. Даже когда я села ближе к водителю, что-то спиртягой завоняло. Он что-то там, какую-то таблетку или конфетку. Нет, он таблетку выпил. Пошел, но я забил водой. Вот. И спиртягой завоняло. Я такая думаю, да ну чё, он вряд ли спирт пьет пьяный. Короче, вышла. Фух, слава богу. Но это... Ну, непонятно. Не смогла определить, короче. Сейчас иду на маникюрчик-педикюрчик. Уже пора обновить. И на массаж еще записалась. Вчера вечером, кстати, у меня поднялась температура до 37,3 вечерком. Выше не поднималась. И я такая думала, отменю, наверное, на завтра поход весь. Потом думаю, ладно, я во второй половине дня записалась. Проснусь, посмотрю, какое будет самочувствие. Но я встала прям бодриком. Отлично себя чувствую. Ну, единственное, горлышко чуть болит. Ну, как бы с утра жидкость, чай и горло паловское. Как бы в целом на бодрике. Поэтому решила не отменять, потому что неизвестно, когда в следующий раз запишусь. Ну, вот, свекровь осталась с Денькой. И я решила другим маршрутом поехать. Не как обычно я еду, а на маршрутке, типа, чтобы быстрее. Ну, вот попала на такого водителя ужасного. Массажик окончен. Вы видите, как я довольна. Аж вставать не хочется. Но надо. Сейчас у меня будет маникюрчик и педикюрчик. Так, массаж делались. Перерывчик вышла. Кофе взять. Сироп взяла себе попкорн. Ой. Так, взяла кофе. Она мне говорит, будет мягкий, вам понравится. Я попробовала, а он все равно жесткий. Попросила я молока чуть-чуть добавить. В общем, вроде добавила. Вкусно. Вот так вот снимать и заходить. Куда тебе нужно, вообще неудобно. Так, иду дальше. Маникюр-педикюр. А цвет выбрать. Так, я из себя многоточки посмотрела, какие красивые. Кстати, в Мерезограме сделала опрос. Из четырех выбрали его. На самом деле я его выбрала. А просто все подтвердили интуицию. Большинство тоже у него проголосовали. В прошлый раз у меня был голубой, такой небесный. А вот этот раз такой розовенький отлик. Вот. Сейчас уже делаем маникюрчик. Сейчас уже делаем педикюрчик. Смотрите, что мне принесли. Ка, конфетки и черный чай с лимона вообще. На улице красота, погода шип. Пойдем. Девочки, это так вкусно, что я попросила добавку. Я сейчас выпила стакан чая. Я вообще его не допиваю никогда. Я попросила сейчас еще у меня чая и еще эти конфетки. Реально конфетки очень вкусные. Они внутри хрустят. Там воздушный рис и шоколад вкусный. Такой, ну, как бы молочный, не темный, по-моему, шоколад. И прям вот этот хруст воздушный. Я чувствую, эти конфетки покорили... У меня аж слюни. Покорили чье-то сердечко. Хотя девушка мне сказала, что, говорит, тут еще были другие какие-то батончики. Как-то они так и назывались. Говорит, тоже были вкусные. Эти она не пробовала. Я говорю, зря. А я захожу к ним все время и вижу, что они, ну, дают людям конфетки. Вот такие конфетки. Тут я их решила впервые попробовать сама. Короче, чувствую себя нормально. Выпила кофе. Специально думаю. Я обычно, когда болею, ну, когда чувствую себя как-то странно, я вместо кофе пью чай с малиной. И вот у меня уже второй день. Утро начинается с чай с малиной. Я такая думаю, блин, это же для мозга моего, как бы, да, типа, если ты пьешь чай с малиной, значит, с тобой что-то не так, ты, типа, болеешь. И организм такой расслабляется где-то. Может, и начинает тоже где-то в этом болеть. Я такая думаю, попробую обмануть мозг. Я выпью кофе. Пусть он думает, что все хорошо. Так что я сегодня выпила кофе нормально все. Ну, сейчас чай с лимончиком, витаминчик С. В общем, осталось маникюрчик уже, ой, педикюрчик. Что я путаю? Маникюрчик, педикюрчик. Чуть-чуть, короче, доделать и все. Любую с новыми ноготочками. Хотели дизайн сегодня сделать, но в итоге решила не делать. Вообще, я не очень люблю дизайны на ногтях. Ну, у кого-то там один раз посмотреть и все, да. А себе вообще нет. Мне кажется, это как-то оляписто. Мне что-то мешает. Мне кажется, много всего. Я хотела сделать дизайн мраморный, белым цветом. На вот этот вот, белым цветом. Ну, понимаете, да. Она мне сделала. Я говорю, не видно ничего. Можно не делать. Так что, просто. Ну что, вышло. Уже чуть стемнело. В центре нахожусь. Жду автобус. Позвонила с Укровью. У них все нормально. Ждут меня. Ну, а я довольна с новыми ноготочками. Маникюрчик, педикюрчик, массажик. Зарядилась на недельку, на две вперед. Вот. Сейчас еще написали мне там радостные новости. Прям порадовалась. Я не могу сказать, что, но радостно, знаете. Доброе утро, мои хорошие. Мы идем с Денечкой в сад. Сегодня свекровь уже уезжает. У меня сегодня понедельник. Полная запись. Супервизии, интервизии, клиенты. В общем, пора начинать работать более плотно. Здрасте. Потому что пока свекровь у меня гостила, я халтурила немножко. Я работала, конечно, но в полсилы. Даже меньше, чем в четверть силы. Вот так вот. Вот. Сейчас начинается мой любимый режим нон-стоп. Слушай, я пока отдыхала, я поняла, что... Не, мне нравился больше тот режим, когда я никак не могла себе выходной сделать. И когда делаешь себе один выходной, прям кайфуешь. Один-два выходных. Ну, три это максимум. А остальные все дни просто должны быть под завязку. Я поняла, что мне так... Так. Сняли годовое обслуживание карты. Я поняла, что мне так больше нравится работать. Даже, я бы сказала, три, наверное, полных дня. Даже много. Два с половиной. Достаточно. Люблю, короче, я быть загружена. Тем более, загружена любимой работой. Не любым делом. Погода нормальная, только немножко ветер. Я забыла расчесаться. Вышла. Ну, мне пофиг. Моя шизоидная часть. Мне по хренам, как я выгляжу. Главное, что у меня сейчас много любимых дел. В голове я проживаю, кайфы всякие. И все равно, как я выгляжу. Главное, как я себя чувствую. Вот. Свекровь провожу во второй половине дня. В рот попало. Они уже с Денечкой попрощались. Она вместе с нами утром встала проводить его. Вот такие дела. Ой, ну офигеть. Пошла вода в хату, называется. Все. Осталась интервизия. Сейчас бегу за малым. Провела консультацию. Провела супервизию по сексологии. Обалдеть, как проработали там яжку. Офигела. Игру сейчас провела. Трансформационную. Все, сейчас бегу за Денькой. Дождь идет, моросит. Не знаю, видно вам или нет. Хорошо мне. Фух. Все, сейчас добежала же до дома. Провели мы интервизию. Очень интересную. Мы прям разбирали клиента группой. У нас была сессия. 20 минут. Я вам уже рассказывала, да, об этом. 20-25 минут. Короткая такая мини-сессия. Мы разбираем там один момент. И потом клиент выключает микрофон, видео. И мы разбираем коллегами ситуацию, да. Смотрим динамику, какие защиты. Все это легализуем. В общем, клиент ушел довольный. Сегодня было очень интересно, очень эмоционально. Очень много энергии было. И всяких разных эмоций. Грусти, злости особенно. В общем, круто поработали. В общем, все, на сегодня все. Отработала весь день. Я реально соскучилась. Пока свекровь была, я старалась много не работать. Потому что, ну, как-то все-таки неудобно работать, когда у тебя гости дома. Хотя она такая говорит, да, без проблем. Она там в комнату уходила. Но мне все равно как-то неудобно. И поэтому я себе не нагружала полные дни. Вот когда она только приехала, у меня были полные дни загружены. А потом я как-то все на нет, на нет, на нет, чтобы сильно не было загружено. Чтобы был один клиент там в день-два. Вот. И все. И мне кажется, я так расслабилась за две недели, что соскучилась за плотным графиком. И теперь вот прям готова работать. Прям вот так вот. Сейчас хочу отдохнуть. Я устала. У меня такая приятная усталость от работы. Сейчас пойду переоденусь, сделаю себе чаек. Капусточка там еще осталась. Свекровь оладьи наделала из кабачков. Капуста тушеная еще у меня осталась. Эти бедрышки куриные сделала в панировке очень вкусные. Короче, ушла и еще оставила кучу еды. Для меня, для деньги. Вот. Позаботилась о нас. В общем, сегодня я ее проводила. Вот такие дела. Все, пойду отдыхать. Отвела Денечку в сад. Потоки открыты, энергетические каналы открыты, денежные. Я радуюсь. Так, что-то хотела сказать. Я сегодня напялила на себя куртку. Мне казалось холодно. Я в окно вылезла такая, думаю, что пасмурно. И Денке куртку одеяла. А заходим, выходим на улицу. А на улице тепло, хорошо. Сейчас я приведу себя в порядок. Так, у меня сегодня психолог. Психолог, обучение. И в солярий еще хочу сходить. Чувствую себя хорошо. Реально ангина была очень такая, ну, быстрая. Прям, правда, даже один день. То есть поболела прям вот я один день. Вот температура вот эта 37,3 у меня была. И у свекрови тоже один день температура была. На следующий день так горлышко чуть-чуть болело. А на третий день уже горло вообще не болело. Ну, сейчас уже четвертый день. Я себя хорошо чувствую. Вот, так что имейте в виду. Не паникуйте сильно. Ну, лечитесь, понятное дело. Но не паникуйте. В общем, быстро-то проходит. Делитесь в комментариях. У кого-то уже вирусная ангина, говорят. Кого она прошла такая вот? Быстрая вирусная ангина. Так. Что еще хотела сказать? Ну, вроде пока все. Вышла я от психолога. Заплаканная чуть-чуть. В конце прям затронули тему. Как всегда бывает такое, что в конце приходят мысли, ощущения, которые выносят. Мы чуть-чуть с ней задержались даже сегодня. Ну, очень хорошо поработали. Очень классно, очень много. Еще книг мне очень классных много посоветовала. И на ютубе гештальтиста одного женщину, которая тоже очень классную информацию подает. В общем, сейчас какое-то такое у меня, знаете, облегчение. Вот используют все то же самое, что использую я в работе. Представляете? И вот думаю... Короче, думаю, как это классно работает. На мне. Тоже. Причем эту технику даже мы делали. Когда я только в институте училась. Я ходила к нашему психологу нашего института. Вот психологии Сарги. И мы прорабатывали на самом деле тот же запрос. Да? И вот с этой же техникой. Ну, чуть-чуть видоизмененной. Там уже психологи сами видоизменяют. Мы изменяем, видоизменяем. Мы модернизируем как бы под клиента, да? Технику. Как бы шаблон есть, да? А там уже она может быть очень разной. Вот. И вот сегодня снова вернулась к этому. Вот так получилось. Мы к этому вернулись. Я к этому вернулась. Я тогда, помню, проработала и подумала. О, ну все, это я проработала. Ни хрена. Я уже поняла, что так оно не работает. Кстати, своим клиентам я тоже стараюсь говорить о том, чтобы они не спешили. Потому что иногда приходят и думают. Ой, ну все, вот сейчас проработали. Все, теперь вот оно все изменится. Ну, на самом деле нет. Это первые шаги такие. Особенно если человек никогда не работал. Первый раз к психологу приходит. Никогда не работал с какими-то травмирующими событиями в жизни. Да? Вообще вот, ну, не работал еще над этим. Всегда нужно время. Потому что, ну реально, мы привыкли долгое время, много лет с детства жить в определенных условиях, с определенными внутренними какими-то вообще установками. И телесными фиксациями даже. Да? И пока тело начнет просто даже реагировать, думать по-другому, пока новые нейронные соединения выработаются. Да? Нужно время. В общем, своим клиентам говорю, что не надо спешить, не требуйте от себя быстрых результатов. все придет. Ну, потихоньку мы работаем, да? Смотрим, подсвечиваем, что-то делаем, приобретаем новый опыт, замечаем, наблюдаем. Да? А время нам в помощь. Не торопите себя. Но себя я всегда тороплю. Я просто это не совсем отслеживала. И вот сегодня, считай, более полугода прошло после той сессии. И получается, снова к ней вернулись. И я сейчас понимаю, что когда я прошла эту сессию, я подумала, а ну все, проработала. Этот момент я проработала. А потом на опыте нет-нет, замечала, что ни в бега не проработала. Меня все равно трогают какие-то вещи. И хорошо, что сегодня я вернулась к этой теме. И я еще поняла, что есть какие-то вещи, особенно если фиксация произошла глубоко в детстве, они могут трогать еще очень долго. Можно работать над тем, как мы обходимся с этими чувствами сложными, которые возникают. Что мы делаем, как мы реагируем. На все это обращаем внимание. Стараемся по-новому как-то реагировать. Но пока выработается привычка, на это нужно время. И вот сегодня я решила, что я никуда не тороплюсь. Я поняла, что у меня есть фиксация с детства. Она не одна, их много всяких разных. Но именно вот эта фиксация влияет на сегодняшние дни. И просто вот буду отмечать теперь, замечать, где просыпается моя детская часть. Буду ее защищать и оберегать. И не торопиться, что она раз и перестанет просыпаться. Решила зайти в солярий. Все-таки, короче говоря, я разделась. Придумала, как снять, завязать. В общем-то, теперь мне хорошо. А то я очень запарилась. Сейчас прямо после солярия еще попарилась, считай, там, ну, я на 6 минуточек взяла, ничего страшного. Все, иду на остановочку. Ну что ты говоришь? Дэнни, мама! Дэнни, мама! Мама! Аккуратно! Аккуратно, руки! Ну что, мои хорошие, мы вышли? У телефона. Телефон, да. Классно, когда Дэнга придумывает телефон из бумажечек. Сейчас ждем такси, решила такси вызвать. Ах, потому что что-то начали опаздывать, с утра вот это я не люблю. Вот если в садик я встаю, то все, все по полочкам. Если в садик я не встаю, и надо рано, ну, то есть в садик не надо, а вставать надо рано. У меня диссонанс начинается. Мне кажется, что все не важно. Можно спать, особенно поликоленинка. Пойдем. Короче, к офтальмологу, и потом все, все прошли. Осталось документы в школу отнести. Так, ну что, пришли мы домой. Сейчас с Денечкой я сделала себе кофе, у меня сейчас будет супервизия. В офтальмолог, блин, положила возле входа телефон свой и кофе поставила. Так хотела я заснять, как он говорит эти, прям все, стопроцентное зрение у него, как он видит, даже мельчайшее. Я двумя глазами не вижу, что там за картинка, зайчик, или там какой-то самолетик, или что. А он одним видит, и одним, и вторым. Но я помню, что у меня тоже очень хорошее зрение было, стопроцентное прям зрение было, вот когда я была маленькая. Я помню даже, у меня какое-то ощущение такое, вот я зоркий глаз там, типа. Вот. И начало портиться в какое-то время, даже не помню, в какое время. Но уже так, в довольно-таки молодом возрасте начало портиться, непонятно от чего зрение. Так что одним глазом я вообще очень плохо вижу. Один глаз у меня хорошо видит, стопроцентно, а второй глаз вообще ничего не видит. Ну, то есть вот эти даже шебе большие, я просто знаю, что там шебе, и поэтому я их разглядываю там. Но если бы какие-то, может быть, незнакомые, даже бы и не увидела эти большие самые шебе. Сейчас супервизия у нас тут. И потом у меня игра трансформационная. Кстати, я вам говорила, записывайтесь на игру, да, сейчас скидки у меня, там просто онлайн именно игра, секрет изобилия, VIP, она у меня осталась вот полтора месяца до конца. И потом я продлевать подписку не буду. У меня есть другая игра, она в оффлайн, но я буду также ей играть онлайн. И тоже первое время сделаю скидки, чтобы опробовать ее, обыграть. Я уже играла ее, но еще надо будет обыграть. Пока что я просто не стремлюсь, потому что в онлайн формате удобнее все это делать. И, короче, те, кто хотел давно поиграть, я всех приглашаю. Единственное, что я делала, раз групповую, два, одну групповую я отменила, а вторую групповую никто не собрался, потому что все предпочитают индивидуально работать. Ну и правильно, я решила групповую не делать тогда, если только конкретно компания какая-то не соберется. Вот недавно меня приглашали на день рождения, просто не в Ростове, а в Москве. На день рождения такой девичник хотели устроить и позвать игропрактика, провести трансформационную игру. Я говорю, с удовольствием провела бы для девочек трансформационную игру и классно бы реально время провели бы. Только я в Ростове живу, а не в Москве. Вот, поэтому вот так вот я думаю, что если компания или вдвоем с подружкой, втроем, это тоже уже групповая игра считается, поэтому оно и дешевле получится, и вот так можно провести игру. А так все записываются индивидуально, потому что там, ну реально, когда там незнакомые люди, могут стесняться в группе, да, как-то открываться, обсуждать какие-то вещи. Я играю и провожу игру, ну, довольно глубоко, то есть, ну как глубоко, зависит от клиента, конечно же. Я задаю вопросы разные, я углубляюсь, 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 кручу, кручу это все, да, но смотрю на человека, насколько он готов, то есть он может уже где-то раз, и я такая чувствую, что дальше идти не надо, глубже задавать вопросы не надо, как бы, да, это все очень чувствуется, очень видно, поэтому я могу работать глубоко, очень глубоко, но зависит от готовности клиента. Поэтому в индивидуальной, конечно, больше расслабленности, никто тебя не слышит, да, доверие есть терапевту, психологу, кто ведет игру, ведущему, да, и ты раскрываешься больше, соответственно, и трансформации идет больше, такие дела. Что еще хотела вам сказать? Ну, записывайтесь на индивидуальную игру, да, что еще хотела сказать? Все, наверное. Всем приветики, у нас солнышко, мы видите, в футболочках, пойдем сюда. Хотела необычно сегодня начать день, знаете как? Я хотела прям выйти, кофе не дома делать себе, а прям выйти, взять кофе, попробовать вообще кофейник, где какой кофе, лата делают у нас здесь. Я сделала вот такой. И прям, да, ты взял, схитрил, как всегда взял, то, что мама не разрешает брать, обычно на улице. Вот. Короче, поизучать, где какой кофе, и прям в первую половину дня погуляю с Денькой, чтобы он полазил, погулял, а я попила кофе именно вот здесь у нас на райончике на природе, у фонтанчика и так далее. Но не получилось, потому что утро я начала с того, что я делала конспекты. Я все-таки сделала себе кофе и начала делать конспекты. Сейчас, зайчик, подожди, я девочкам договорю и зайдем. Короче, начала делать конспекты по сексологии и закончила наконец-таки и закончила наконец-таки сегодня конспекты по циклу, по циклу сексуального удовлетворения и по обрывам, которые могут случаться на каждом, на каждой стадии, какие могут быть причины этого обрыва, как с этим работать. Но, соответственно, я с собой работаю, очень много о себе узнаю через это. У меня иногда даже прям слезы проскакивают, у меня такое ощущение, вот поделюсь с девочками, метафора даже такая пришла. У меня такое ощущение, что я до этого сидела в какой-то клетке, такой неведенье, так все было серо, серо, непонятно, и привычно оказалось, что так оно вот и должно быть. И как будто меня вывели из этой клетки, и просто я стою сейчас на пороге каком-то, вижу весь этот цветной мир, он весь интерактивный, очень красивый, яркий, до всего можно дотронуться, со всеми деталями этого яркого мира можно повзаимодействовать. Пока что еще не знаю, страшно где-то, что-то непонятно, но видно все эти краски, понимаете, и этот мир для меня открыт. Все, я могу идти и пробовать. И я уже начинаю потихоньку все это делать, но у меня слезы от того, что, боже, этот мир существует, что-то такое. Вот. И сейчас я сделаю кофе, да, иду сейчас. Бясет, бясет. Ой, такую смешную штуку недавно видела. Про детей. Ой, сейчас. Недавно такую смешную штуку про детей видела, короче. Как если бы дети были не нашими детьми, да, а просто посторонний человек. Какие бы у нас реакции были на их эти... поведение, что мы для них делаем, а их реакция, там недовольство и все такое. Какая смешная штука. Эй, так. И на Вайлдберрис потом пойдем. Вот. Сегодня не получилось так провести время, как я хотела, потому что я дома сделала кофе, вот это обучалась. Ну, вот сейчас час или двенадцать. Двенадцать. Сейчас двенадцать, да. И вот сейчас я кофе попрошу, и мы пойдем пешочком до Вайлдберрис. Покажу. Я наконец-таки венчик свой заказала. Венчик. латы у меня будет с пеночкой. Мы вас ждали. До свидания. А, элаты, 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 элаты. Какой одно? Отретий, ном четыре. Отретий. Отретий. И какой-нибудь необычненький сироп, типа, знаете, попкорн, орех макадамии что-нибудь есть? Орех макадамии, нет. Есть из прям вообще необычных любителей, но он прям любит. Лаванда. Ага, акаштан? Акаштаны? Нет. Такого нет. Ясной овер. Давайте попкорн тогда. Давайте попкорн тогда. Что, идем? Пойдем, зайчик? Идем. Бери сок. Все свои причиндалы. Я взяла кофе, снимаю рилсы. Приходи на игру. Пока скидки. Всех приглашаю на онлайн игру. Вот, сейчас по дороге может еще что сниму, погляжу. О, кстати, да, у меня же нет с обувью вот этой такой лакостикой. Вот, кстати, надо снять с ними. Кофе вкусный сделали. Все, идем. Давай, лабирис. А, держи сок. А как я и сок и кофе буду держать? Давай, допивай и пойдем. Может, ты уберешь вот эту штучку к себе туда в пенал, в этот? Короче говоря, она снимала, немного рилсов. Вышла на остановку позже, на одну. Опять не рассчитала. А то я в прошлый раз не доехала одну остановку, в этот раз переехала одну остановку, пока привыкну. Зашла в фикс прайс, зато там прям на остановке был фикс прайс. Купила себе три тетради для работы и тоже с разными рисунками, которые мне откликнулись. приду домой, покажу, поделюсь. Дэня выбрал калькулятор. Так он любит эти кнопочки нажимать разные, хотя у нас где-то есть черный калькулятор. Еще один захотел. Сложно было ему отказать. Теперь к Вайлберрис. Все, стремимся. Надо не опоздать на встречу еще. Кренажерка у нас. Так, двумя сразу, Дэнь. Ну вот это кто так делает? Нет, это неправильно. Садись вот сюда. Да, садись. И двумя ручками вот здесь надо взять. Давайте помогу, хватай, хватай скорее. Да, вот. Так, теперь, смотри, держи крепко, держи, держи. Вот, да, вот, правильно. Аккуратно, не спрыгивай. Когда все, скажи, все, мама, я помогу. У тебя свои правила, да? Ну, давай, заключитель. Еще хочешь? Еще хочешь? Еще хочешь? И крайний тренажерчик последний. на сегодня, наверное. И так, ой, тяжело идет, да? Ноги качаются вот так вот, да. Вот так, пошел, 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 пошел. Погай. А, ты скорость увеличиваешь там, да? Вышли мы с Денечкой под вечер, и что-то не угадала я с погодой. Она оказалась холоднее, чем я думала. Я вообще такая налегке, последний раз в футболке жарко было. А в этот раз на дорогу только не выбегай. А в этот раз на фонтан собирались идти, и я взяла Денке, ну, как бы и носочки, и кофточку, думаю, намочиться там, и я его переодену. В итоге, мы пока дошли до фонтана, замерзли, я его одела уже сразу. Съели по мороженую, и вот обратно идем домой. Холодно, я же замерзла. Такая у нас была коротенькая полчасовая прогулочка. Дорогие мои, вы знаете, что я вам хочу сказать? Я напомнила себе Волочкову. Просто понимаете, просто понимаете, не надо завидовать, не завидуйте мне. Обожаю ее. Вот в этом ее я ору все время. Короче, я сейчас бегу на мастерство. Мастерство. Какое? Актерское, правильно. Вот. Сегодня мы с Ленусик Хэппи встречаемся. Я такая вся нарядная, вся такая приодетая, на красоте. В общем, чтобы не опоздать, бегу. Че смогу, сниму. А еще я сейчас иду. У нас вообще такая задача сегодня почувствовать себя с женщинами, как-то приодеться красиво, да? Там, надушиться, та-та-та-та-та. Я вот какую кофточку одела, чтобы у меня одела-надела, чтобы у меня было открыто вот здесь. Все остальное закрыто. И этим я буду сиять в этот мир и наслаждаться взглядами всех, кого я буду притягивать. Вот так, видите, как будто голая вообще иду. Оп! Вот. И я сегодня еще надушилась новыми... Короче, у меня такой небольшой флакончик был. Вот он все стоял, стоял, как-то им пользовалась, а потом что-то перестала. Алина Секхэппи ко мне как-то приходила, она вообще очень любит парфюмы, и она его такая, ой, я его знаю, да, классный, тра-та-та, его понюхала, тоже думаю, глядь, что-то им не пользовалась. Сегодня решила я им набрызгаться, нанести его сюда, туда. Короче, иду, и я себе так пахну нереально, и каждый раз, как лавливаю этот аромат, думаю, конфетка, господи, съела бы себя. приехала, короче, такое местечко, мне делают кофе. У меня грязная камера, надо протереть. В отверстии там. Высль, то есть, акцент на последнее слово. Бык тупа-букута, буленький бычоков. У быка бела-бабы, ладут-бабы. Я думала, покажешься. Так, еще раз, там у нас радость. Радость. Просто одна самая спокойная. Нежная радость, вот так. А, так. Так. Ленусик. А, ты снимаешь? Ага. Давай, Жоржа. Позируй. Я тоже. Кто звонил? Муж. Я теперь горизонтально снимаю, это я до этого снимала в институте. Я смотрю, как будто я куда-то в бокс смотрю. А сейчас, можешь вот сюда, если что смотреть, ну, можно себя смотреть, можно меня смотреть, вот, видео. Так, короче, мы идем по Сотову. Идем через дорогу. Загорелся зеленый свет, поэтому мы, не выключая камеру, смотря по сторонам, идем. Куда мы идем? Я, я же уже сказала. Это было в инстаграм, сказано. А это куда? Это ютуб, да. Мы, короче, идем в Евроше, Ленусик хочет посмотреть, послушать, как правильно сказать, да, послушать? Послушать ароматы. Ага. А можно, пользуясь случаем, привлечь, мне, дать привет, или привлечь? Менеджера парфюмерии, там, посотрудничать с Еленой. Я тоже помогу. Да, давай. Затестить ароматы, расскажу про них в нее в видео. Да, давайте больше ароматов. Я заболела парфюмом. Да. Правда, сейчас я стала очень выборочно, но обратиться можно. Как говорится, парфюмов много не бывает. Вот. Короче, как погода у нас? Погода сшитая, шикарная. Вот, Ленусик у нас в этом. Кстати, давай покажу тебе, в чем ты, красавица. Что-то думает. Даже мальчик сегодня подошел, маленький, на Пушкинское, и говорит, тетя, у вас такое красивое платье, можно сфотографировать? Я уже растерялась. Растерялась, да. Но на самом деле, я тоже растерялась. Сама не знаю, что мальчику сказать. Но мы красивой походкой прошлись, да? Возможно, он снял видео даже в TikTok. смотрите нас на инстаграме, на рилсах, в TikTok. Я как-то растерялась. Я растерялась. Я тоже растерялась. Вот. Короче, мы идем, я уже жарю. Вот, не люблю, когда ездят так быстро машины. Панты, панты. Мне сразу страшно, да. Короче, гуляем. Что-то мы быстро идем, потому что у нас осталось немного времени, и не бойся, нас двое. У меня еще есть заливой какой-то вообще. У меня еще газовый баллончик с собой. Мы сразу запшикаем и просто к нам лучше не подходить. Мы идем, светимся, как солнышки. Лучше к нам не подходить, обожжем. Да. Ну, это так, на вырезку. Ну, вот так. Гуляем. Так, решили зайти в Литуаль и в Роше закрыт, оказывает. Ну, ага, я бежала, бежала. Сейчас Ленусик будет обучать меня ароматом. Что нравится, что вкусно, невкусно, что брать, не брать. Ну, как тебе? Ну, это что? Она, это классика, ее все любят. Все? До 50%. А вот эти майонейны. Ну, мне нравится. Ну, то она всем нравится, я тебе говорю. Это безпроект. Тогда мне не нравится. И что? Так, ну что, я вышла, мы попрощались с Ленусик Хэппи. Мы зашли в это Литуаль, Литуаль, как правильно там. И она мне показала разные, ну, парфюмы, да, мы там что-то нюхали, нюхали, вот это я обожаю, вот это обожаю. У нас с ней, ну, довольно-таки, совпадают вкусы. В том, что она обожает, мне тоже очень нравится. Я там брызгнула с одним ароматом, Лолик, по-моему. Они, в принципе, все были вкусные, но я там одним пшикнулась, и просто, я сейчас иду и кайфую. Я так пахну, вот такой конфеткой. Ну, мне кажется, они напоминают мне те же, тот же парфюм, в котором я утром пшикнулась, не утром, а днем. Вот. Но, эти, что ли, чуть слаще, попудровее, что ли, не знаю, короче, ну, вкусный аромат. Иду, наслаждаюсь. А те, которыми я обрызгнулась изначально, Леносика, она поняла, какие это, это там мандарин, базилик, что ли, или что-то такое. Она говорит, они быстро выветриваются. Я поняла, что у них надо брать с собой. У меня как раз маленькие такой флакончик. Я их покажу вам, если не забудем. И маму покажу, она новую стрижку сделала. Убегу. А, ну, еще хотела сказать, что очень прикольно. Настроение так меняется. Брызгнула вот так вот, да, и просто вообще другое настроение, ощущение, даже в теле что-то меняется. Надо, короче, чаще брызгаться. У меня очень много парфюма, но я как-то вот не люблю. Вот я люблю парфюм, но не люблю брызгаться. Вот такое вот у меня было. А сейчас я понимаю, что благодаря парфюму, всяким флеромонам, маслам, вот этим, да, в мозгу вообще там вот в этих где-то, я, кстати, думаю тоже изучить этот момент, влияет на нервную систему вот эти эфирные масла все. И реально что-то там делают. Что-то расслабляет, что-то будоражит, что-то даже либидо поднимает. Представляете, ну я же как сексолог начала интересоваться этими маслами, что либидо поднимает, вот, да, начинает что-то там вот это расслаблять, что-то расслабляет, да, что-то возбуждает, феромон, вот это все такое. Короче, мне стало интересно, я почитала там и смотрю, что оказывается на уровне вот этих вот всяких там, вот так на нервную систему это может влиять. И все, вот сейчас начала отмечать, что я брызгаю и все очень круто. Я что-то не показываю, мама озадаченная такая, говорит, у Деньки температура, может быть, сейчас проверим. Стрижку твою, да, хотела показать. да, здесь вот эти кучеряшки мне убрали, видишь, она здесь под машинку сделала, вот это вот так вот раз, да, на стиле ты. Все, вот это вот будет отрастать, кучеряшки вот эти вот. Ты видосы не снимаешь сейчас ничего? Нет. Вот эксклюзивчик, значит, и мне так хорошо и снимают такие. Ну тогда как жизнь у тебя, расскажи в двух словах. У меня все нормально, все прекрасно. Так, еще что? Что еще? Что нового? Вот не хочу рассказать, я поэтому не снимаю, чтобы не рассказывать. А, все, Вот уже когда, если у меня все получится, как я хочу, тебе все получится. Тогда будет что рассказать? У тебя все получится. Ну и вот это потом... Я в тебе верю. А ты знаешь, сколько раз я начинала и все потом что-то это самое. И что-то как-то вот раз и все. Ну хорошо. Так что... Храни энергию в себе. Да. Ну все, ладно тогда. Я вот пришла, тоже раздеваюсь сейчас. Понюхай, как я пахну, как тебе парфюмчик стать. Вот тут. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, что-то французское, да? Франц. Что-то французское. Ну не знаю. Лалик называется. Французское название. Ну я вообще сейчас запахи не имею. В форме дезодоранта не переношу запахов. Летом тем более. Да вообще даже не летом. Ох! Так, мама Чоли, как всегда, ждет меня с вкуснятиной какой-то. Она приготовила овощную рагу. Здесь у нас, что у нас, мам, тут у нас два кабачка, два синеньких, картофель, да? Что еще? Картофель, морковка, лук, ну, тамок. Все. И вот, вот такая вкусная паха. Ты поела? Да, я поеду. Я обожаю это блюдо, моя любимая. Мама говорит, о-о-о, люблю. Так, ну что, мои хорошие, мам проводила, сейчас буду умываться. Завтра у меня еще, блин, у меня завтра в одно время совпадения. И интервизии, которые я вообще не пропускаю, очень их люблю. И, блин, у меня собрание на вторую ступень гештальта. Я прям не знаю, как разорваться. Не знаю, что там на собрании будет такого важного, что мне там необходимо участвовать. Там, видимо, ответы на вопросы какие-то будут. Но в целом у меня вопросов никаких нет. Но что-то там еще надо будет подписать, зачетку надо подписать. И что-то еще, короче, там надо сделать. Но походу пойду, не знаю, короче, а в 6 часов начинается. 18.30 там начинается, а в 6 часов интервизия начинается. Короче, я прям, блин, в афиге не знаю, что делать. В общем, возьму с собой эти наушники, буду слушать интервизию, если собрание там чисто какие-то общие моменты. Может, я пока там пропущу начало. Посмотрим, короче. Вот, отлично время провела. Супер, классно, радостно. И винчик попили, и актерское мастерство сделали, познакомилась с девочками. Такая атмосферка классная. Там местечко такое хорошенькое. И кофе попили, слюну всегда, потом вина попили. Поболтали, как всегда. Прогулялись. Парфюм разный понюхали. Короче, не пойму, дынька, что-то непонятно, такой вяленький. Сейчас я ему померю температуру. Надо посмотреть, что к чему. Но завтра он может не идти в садик, а послезавтра у меня психолог. Надо бы хорошо пойти в садик. Короче, ладно, я подстала, что-то. Пошла я. Умойся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова